Здравствуйте друзья, в этом видео я расскажу про еще один вариант датчика наличия электричества, еще более простого и бюджетного, чем показанный мной ранее. Первый вариант, ссылка на его обзор находится в описании, отслеживал состояние электромагнитного реле, которое замыкалось и размыкалось в зависимости от наличия или отсутствия питания в сети. Варианты применения этих данных Home Assistant показаны мной в том же обзоре и еще одном видео, посвященном модернизации источника бесперебойного питания, ссылку на которое вы также найдете в описании. Показанный тут вариант работает совместно с оптопарой и не требует ни реле, ни дополнительного источника питания. Отдельное спасибо комментаторам, которые поделились этим решением. Если очень коротко, то принцип работы оптопары заключается в совместном использовании светодиода и фотодетектора, которые находятся в одном корпусе. Питание есть, светодиод включается, питание нет, выключается, а фотодетектор реагирует на испускаемый им свет. При этом электрически они между собой не связаны. Цепь, в которую включен светодиод, подключена к электросети, а фотодетектор к датчику открытия, который работает в системе умного дома. По традиции, перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, интересующихся данной темой. И подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Приехала оптопара в простом антистатическом пакете. Это базовый вариант. Можно заказать в специальном держателе, который предназначен для установки на Динрейку. Ссылки вы найдете в описании. Устройство представляет собой узкую плату длиной 73 и шириной 15 мм. Эта версия предназначена для подключения к бытовой сети электропитания. Контакты слева подписаны LEN. Справа низковольтные выходы. Как я и сказал, электрические цепи, в которые включен светодиод и фотодетектор, между собой не связаны. Сигнал передается только при помощи света. Высоковольтная часть находится справа. В качестве сенсора, который будет связан с умным домом, я использую точно такой же ZigBee датчик открытия, что и для первой версии. Он работает на принципе замыкания двух контактов, за что отвечает геркон, реагирующий на магнит. Подключив два провода параллельно геркону, мы можем использовать внешние сигнальные устройства, такие как сенсоры давления, протечки, кнопки, упомянутые реле и рассматриваемую в этом видео оптопару. Сборка конечного устройства очень простая, тут даже не нужно ничего паять, кроме пары проводов на герконе датчика открытия. В оптопаре используются винтовые контакты. С левой стороны контакты для электросети, L фаза, стандартно это коричневый провод, N0 синий провод. Справа низковольтный выход, нам нужны контакты Out и Ground, которым подключаем провода от геркона, в каком порядке роли не играет. Питания нет, датчик открыт. Питание есть, оно видно по диоду активности, датчик закрывается. Нет, снова открывается. Все то же самое, что и в первой версии, но без блока питания и щелчков в реле. Эволюция моих датчиков электричества. Слева первая версия, посередине вариант для выхода из источника бесперебойного питания, он собран также на основе электромагнитного реле. И справа рассмотрен сейчас вариант на оптопаре. Еще пару слов добавлю о логической части использования в Home Assistant. Удобнее будет использовать созданный отдельно сенсор шаблонов, за это отвечает интеграция template. Подробнее о шаблонах можно посмотреть в моих видео уроках, ссылки в описании. Его состояние синхронизировано с физическим устройством, датчиком открытия, который подключен к реле или оптопаре. Я выбрал класс устройства Проблема. Когда датчик включен, то есть электричества нет, его статус Проблема. Когда выключено электричество есть статус ОК. Что даст использование шаблона. Например, возможность объединить несколько физических датчиков, расположенных в разных местах. Сенсор электричества сработает только если все они будут открыты. Также во всех автоматизациях можно будет использовать шаблонный сенсор. И если вам нужно будет или заменить физический датчик, или добавить еще один, вам не нужно будет переписывать все автоматизации. Достаточно будет сделать замену только в одном шаблоне. Вторая версия датчика электричества получилась еще более бюджетной и простой в изготовлении. Для оптрона не требуется источник питания и он не щелкает к реле. Кроме показанной версии на 220 вольт, есть и другие варианты на 5, 12, 24 вольта и так далее. Ссылки я также оставлю в описании. На их основе можно собирать дополнительные датчики, контролирующие низковольтные цепи электропитания. На этом все, если видео было вам полезно и интересно ставьте лайки. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры и уроки. В описании вы найдете все нужные ссылки и на устройства показанные в видео, и упомянутые обзоры по этой теме. Кроме этого вы найдете ссылки на мои соцсети, телеграмм канал, страницу в фейсбук и группу общения по умному дому поделенную на тематические ветки. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok